Всем привет! Бриндабан, город в округе Мадхура штата Утар-Прадеж, Индия. Является святым местом паломничества для последователей вайшнавизма. На месте современного Вриндавана в древности находился лес, в котором согласно верованиям индуистов Кришна во время своего земного воплощения пять тысяч лет назад проводил свои божественные игры. Вриндаван находится в пятнадцати километрах от города Мадхуры, который принято считать местом рождения Кришны. Вблизи города пролегает автострада Агра-Дели. Вриндаван также называют городом пять тысяч храмов, по некоторым подсчетам, это число храмов, существующих в городе, большинство из которых посвящены поклонению Радха Кришне. В кришнаизме Вриндаван считается священным местом, неотличным от вечной обители Кришны в духовном мире Галаки Вриндаваны. В согласии со священными писаниями индуизма, Кришна провел свое детство в пастушеской деревне Гакула как приемный ребенок в семье пастуха Нанды и его жены Ешоды. В Пхагавата Пуране описываются различные детские лилы Кришны, во время которых он вместе с другими мальчиками-пастушками и своим братом Баларамой воровал масло, всячески проказничал и убивал разных демонов. Наряду с этим есть много описаний встреч Кришны с девочками-пастушками Гопи, главной из которых была Радха. Эти игры Кришны вдохновили поэта Джей Диву на написание знаменитой санскритской поэмы Гита Говинда. Считается, что коренные жители Вриндавана, те которые в нем родились, пребывают свое последнее рождение на земле и после смерти отправляются в духовный мир. Родившиеся во Вриндаване отрабатывают мелкие прегрешения в своей карме перед тем, как стать полностью освобожденными душами. В Шри Вишнавизме считается, что все храмы Вриндавана представляют собой одно тело Маха-Вишну. Считается, что храм Венкатешвары управляет всеми храмами и божествами в округе. Священная река Емуна соответствует духовной реке Новый Кунтфё, которая называется Анандини. Блаженная. Все образы Кришны там представляют самого Вишну, спрятавшего свои руки, держащие чакру и раковину, чтобы приблизиться к людям и показать свою любовь. Вишну в облике Кришны играет там на своей флейте. Флейта олицетворяет превращенную духовную обитель Вишну, Вайкунтху, внешнюю и внутреннюю форму счастья и наслаждения. Играя на Вайкунтхё как на флейте, он манит людей вернуться в состояние внутреннего счастья и любви, чтобы обнять предавшуюся ему душу, очарованную его игрой. Храм Маданамоханы, самый древний из сохранившихся храмов во Вриндауане. Расположен недалеко от Каликхата. Был построен в XVI веке Капура Рама Дасом из Мултана. История храма тесно связана с основоположником Гаудеевой шнавизма Чайтаньи и с одним из его ближайших сподвижников Санатана и Гасвами. Во время правления императора Аурангзёба, изначальной Мурти Мадана Гопала был вывезен из храма и спрятан в карауле, Раджастхан, дабы уберечь его от мусульман. В настоящее время копия изначального Мурти установлена в храме для поклонения. Храм Банки Бихари был построен в 1862 году и является одним из наиболее популярных храмов Вриндаваны. Мурти Банки Бихари нашел в Нидхиване Свами Харидас, великий преданный Кришны из Нимбарка Сампрады. Храм Радхавалабхи в храме рядом с Мурти Кришны находится корона Радхарани. Джайпурский храм был построен в 1917 году Савая Мадха Сингхам 2, Махараджам Джайпура. Очень красивый храм с вырезанными на песчанике тонкими изящными узорами неповторимой красоты. Этот храм посвящен Шри Радхи Мадхаве. Храм Радхарамана построен в 1542 году по просьбе Гопала Пхата Гасвами и является одним из наиболее красивых и почитаемых храмов во Вриндаване, в особенности среди храмов, построенных шестью Гасвами Вриндаваны. В нем до сих пор поклоняются изначальному шелограмму Божеству Кришны и вместе с ним Радхаране. Храм Шахджи был построен в 1876 году богатым ювелиром по имени Шахкундан Лал из Лакхнау. Мурти в храме известны под именем Чхатер Адхараман. Храм заметен из-за своей выдающейся архитектуры и красивых мраморных скульптур. В храме есть 12 спиральных мраморных колонн, высотой в 5 метров. Храм Рангаджи был построен в 1851 году и посвящен Господу Ранганадхе или Рангаджи, который изображен как вишну, возлежащий на Шешанаге. Храм построен в дровицком архитектурном стиле и имеет шестиярусный гапуран и позолоченный столб тхваджа с тампха высотой в 15 метров. На территории храма расположен живописный сад и бассейн, где ежегодно проводится огромный фестиваль Джал-Вихар. Храм Гавиндаджи когда-то был величественным семиярусным храмом. По преданию император Акбар пожертвовал для строительства храма часть из красного песчаника, заготовленного для постройки Красной крепости в Агре. Храм был построен в 1590 году генералом Раджа Мансингхом и сочетает в себе элементы западной, мусульманской и индийской архитектуры. Позднее храм был почти полностью разрушен могольским правителем Аурангзебом. Храм Кришны Баларамы построен в 1975 году международным обществом сознания Кришны и расположен в месте, которое называется Рамана Рети. Один из самых красивых храмов Вриндаваны. Храм Радхи Дамадары расположен в Сеокундже, основан в 1542 году Джива и Гасвами. Пхактивиданта Свами Прабхупада жил в этом храме в 1950-1960-х годах перед тем, как отправиться в США. Его пхаджан-кутир находится на территории храма. Храм Вриндавана Чандрадая Мандир, строящийся храм, заложенный в 2014 году. После завершения строительства храм станет самым высоким культовым сооружением в мире. Высота – 210 метров. Храм строит Международное общество сознания Кришны. Первоначальный объем инвестиций – 42 миллиона долларов США. Проектированием занимается нью-йоркская фирма Сорнтон-Тоумасетта, спроектировавшая многие известные небоскребы, в том числе башни Петронос в Куала-Лумпуре. Сева-Кундж – это место, где Кришна совершил танец Раса Лила с Радхарани и другими гопи, а Нидхи-Вана – это место, где Радха и Кришна отдыхали. Здесь расположена Самадхи Свами Харидаса, известного святого Вайшнава из Нимбарка Сампрады. По данным всеиндийской переписи 2001 года, население Вриндавана составляло 56 618 человек, из которых мужчины составляли 56%, женщины – 44%. Уровень грамотности взрослого населения составлял 65%, что выше среднеиндийского уровня – 59,5%. Среди мужчин уровень грамотности равнялся 73%, среди женщин – 55%. 13% населения составляли дети до 6 лет. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok